За осеннюю сессию депутаты Госдумы России планируют рассмотреть почти две с половиной сотни законопроектов, уже прошедших первочтение. Среди главных тем работа с госбюджетом и нацпроекты. О планах и приоритетах работы палаты на четыре месяца узнали наши корреспонденты. Главное направление работы депутатов в осеннем парламентском сезоне – законодательное обеспечение реализации национальных проектов, а также традиционный бюджетный процесс. К слову, федеральное правительство уже направило его на рассмотрение законодателям. В ближайшее время главный финансовый документ будет открыто рассмотрен на заседании. Закладываем все обязательства государства по поддержке наших граждан в части социальных вопросов. Мы обязательно в бюджете должны увидеть все наши приоритетные проекты. У коммунистов на повестке тоже бюджет. С целями они не спорят, а вот идти к ним предлагают по-своему. Руководитель фракции КПРФ Госдумы России Геннадий Зюганов заявил. Главная задача сформулированного послания президента – выйти на мировые темпы, войти в пятерку самых развитых экономик. Полностью поддерживаем эту задачу. Чтобы решать, надо иметь минимум уже в следующем году 25 триллионов бюджет развития. Для этого мы подготовили 12 законов и порядок их принять. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России Владимир Жириновский напомнил о недавно прошедших выборах и отметил, что планы у фракции в осенней сессии большие. У нас блестящая победа в Хабаровском крае. Еще никогда оппозиционная партия не получала наш губернатор, мэры крупных городов, большинство в Заксобрании края, большинство в городской думе Хабаровска. Блестящий успех. В целом мы увеличили количество голосов за всех депутатов ЛДПР по стране. Доволен компанией Сергей Миронов. Справедливая Россия работает над законами, буквально засучив рукава, начали еще до официального старта сессии. Впервые будем иметь наших депутатов в Московской городской думе. Впервые мы будем иметь депутата в Госсовете Республики Мариэл. Впервые у нас появились депутаты в собрании Севастополя. У фракции десятки инициатив. В новом созыве каждая может внести по четыре как приоритет. Их палата рассмотрит обязательно. А есть ведь еще предложение президента, правительства. В итоге один лишь список законодательных планов на сессию занимает 70 листов. А всего в портфеле Госдумы 1311 документов. В первую очередь задачи президента реализация посланий на спроекты потребует от депутатов принять почти полсотни законов. А еще цель активнее работать с бизнесом и создавать для него условия, чтобы в развитии регионов государственным деньгам помогали частные. Тогда и споров о бюджете будет меньше. Продолжение следует...